колокольчики я здесь живу с удовольствием люблю грозу в начале моем дождик у нас идет часто и все время влажный мокрый ну надо водки выпить все оттуда все из детства до 19 века это было после войны шестидесятый год 20 века это было в 90-х наверное наверное надо как-то в одном времени пожить а и мы я умудрился пожить во многих временах в россии жмите колокольчик здравствуйте вы набрали код 812 и сегодня на наши 12 вопросов будет отвечать петербургский артист илья шакунов привет илья привет денис добрый день какое твое любимое время года в петербурге сейчас наверное май конец апреля май потому что стало стало вдруг прорастать что-то в душе такое совпадающее с тем что происходит в природе когда она все начинает двигаться и вот только что была волна этой вот всей истории с вирусом и с закрытием с неразрешением с уединением на дачах на каких-то квартирах и мы уехали за город и просидели там с конца марта все это время и я был свидетелем раз расцвета заново природы природы как мы месили поначалу еще такой снежок выпавший потом что-то подсохло поля мы были на под ладогой недалеко от новой ладоги кабона рядышком было в общем все это было такой километровой доступности на машинку сел и подъехал и вот это вот все появление зелени появление запахов появление птиц клим летящий навстречу лету в нашу страну в нашу землю в общем это впечатление которое появилось в этот период оно совпало с тем что я уже ощущал некоторое время может быть лет пять и никак мог понять почему если вот раньше мне нравилась та самая осень петербург листья пошуршать собрать букетик вдохнуть вот это вот кленовую приелась приелась до такой вот упадок который почему-то вдохновлял и возникали какие-то громадные планы мысли и всего-всего-всего-всего то сейчас это все поменялось и изменилось на тот самый люблю грозу в начале мая вот это вот вся история может быть потому что хороший был май может быть просто май был замечательный потому что мы были за городом это все сложилось но вот ощущение было что это связано с тем что во мне что-то там по-другому стало складываться илья а какое твое любимое место в санкт-петербурге ну я развернуто опять ко мне начиналось все с того что я родился в новостройке это теперь станция метро пионерская и это совсем не окраина города теперь это может хоть один из центров новостроек или как назвать в общем это уже далеко не край города тогда это было конечные автобусы номер 127 и для того чтобы попасть в город надо было садиться на этот автобус ехать до другой конечной которая была на петроградской водоколин совета чем я потом и занимался когда меня стали отпускать отпускать стали уже лет в девять потому что по дворце там был какой-то кружок я туда ходил надо было доехать здесь во дворце на петроградской дом культуры или как он назывался дворец линсовета ну вот этот вот на петроградская и от эта поездка это было уже поездка в город потому что жили мы как бы по тем моим представлением далеко не в городе оказываясь на петроградке я понимал что а вот вот он петербург вот так он должен выглядеть и вообще вот город а там эти какие-то дома квадратные новостройки огромные подвалы вот это все бетонные отрез которые строились с такими толстыми кабелями где вот эти проводочки все это было детство низ как бы как бы петербург мы совсем не петербург а потом можно было сесть на метро петоградской и по-моему она в 11 минут чистого времени ты на невском проспекте и раз выходишь и совсем другое еще одно ощущение туда я уже стал доезжать лет наверное в 13-14 самостоятельно я имею ввиду без таскать просто есть за руку гулять или до начинались вещи которые делали из меня человека ты сейчас отвечаешь немножко предосхищаешься след раз его про ну вот поэтому отвечая на твой вопрос какое место наверное это петроградка все-таки там много места разных даже не буду двигаться в сторону петропавловской крепости а вот где-то в районе декалинсовета где-то в районе начала большого где-то бармалеева где-то вот эти места которые связаны с моим еще 16 17 18 лет и там друзья появились там там не в новостройках новостройках была школа да это одноклассники да это какой-то мир наверное у каждого он всегда будет пока существует наша традиционная школа без этих обучений по компьютеру сейчас это вот сейчас входит но надеюсь это не войдет в жизнь потому что школа она формировала что-то там внутри тебя связанное скорее со знаниями может быть даже взаимоотношений и знаниями вообще а вот воспринимать город в котором ты живешь и понимать в результате почему я живу теперь здесь но потому что потом связи с этими поездками я оказался на невском на фонтанке кони вот эта вот вся история и потом это уже становилось впитывалось вот когда ты идешь мимо 5 6 60 раз и вдруг ты видишь вот она сразу не бывает и теперь ты это вот можешь идти и просто я и знать что вот там за углом ты видишь вот эту вот историю дома вот здесь там папа подумаешь потому что балкончик вот я на нем был вот начинается такая есть ли какое-то первое детское ощущение от города в котором вот ты родился и живешь черная речка о место которое обозначено у нас истории как тут место дуэли пушкина об кобелиск стоит написано что вот в этом месте александр сергеевич получил свою пулю это связано с тем что детский садик недалеко был на черной речке куда также мне возили на автобусе с пионерской на автобусе в детский сад нам центровым этого не понять это да это те кто жил в новостройках понимает что на самом деле автобус реально рулил детский садик и там в детском садике мы вот каким-то образом коснулись этого и мне запало был такой случай что это уже конечно наверное подготовительная группа перед школой с каким-то мальчиком мы зацепились насчет того что вот эта девочка она чья а вот так ну чья вопроса были одинакового обоих на и ответ был одинаковый но различный надо и в результате вызов на дуэль ну а где стреляться понятно вот вот же место уже известно уже известно где надо это делать но как стрелял общем-то то из лука кто-то из чего-то я так переволновался что на следующий день я заболел и болел неделю но всю неделю то я это как раз себе копил мне бред мне там наверное какой-то жар я бабушке раз ка почему мне все это потом почему осталось потому что все родные потом рассказывали как я чуть ли не писал предсмертные письма чтобы вот этого случае если случится то вот как бы да то вот нет ну и это века это века она будет моей вот видите были все что я помню про вику это длинные волосы вот чуть ли не до что еще можно помнить о первой любви длинный его светлый так что черная речка тогда она была конечно не так как сейчас она была вся заросшая сама речушка и это было то местечко где можно было уединиться потом мы там тоже проводили время уже по взрослому состоянию начинается то нас как раз и так далеко от нашего дома который до сих пор у меня есть там живет моя мама на пионерской и вот там часто все за асфальтировали сверху поставили то ли окей то ли еще что-то магазин какой-то но это было начало там была маленькая березовая роща и оттуда буквально 30 деревьев и оттуда начиналась эта самая речушка и там до сих пор по моему функционирует хотя не знаю сейчас родник там был который какой-то из депутатов сделал его бетонным чтобы люди могли ходить делал наверно там это существовало ну вот это вот это оттуда все оттуда все из детства как на твой взгляд отличаются ли петербуржцы от жителей других городов да конечно я кстати думаю что если бы я был жителем какого-нибудь небольшого городочка не знаю твери или владимир и ты бы меня спросил этот вопрос я думаю я как тверчанин ответил бы тебе тоже самое конечно мы в твери отличаемся от других люди которые живут у них возникает свой собственный мир они думают что вот так устроено только у них но так как я много путешествую и по работе и вообще то я вижу что петербург но если говорить определениями он более строк он не расхлябан внутренне подобран не по физическому ощущению кто кого а по внутреннему ощущениях ты кто у меня есть такое впечатление когда-то я прочитал бродского в какой-то момент когда произошел первый отвал из страны как он выражался отвалы когда уехало много народу и он ходил по городу и не только он его друзья и люди которые встречались и которые как-то обликом своим походили на собеседника и равного тебе немножко люди так как собаки принюхивались присматривая свой или потому что очень поменялся очень разношерстный стал город и вот может быть отсюда возникла может быть отсюда возникла вот это строгость понимание свой и не свой вообще мне кажется это правильное точное ощущение когда человек не сразу бросается в объятия или не сразу отвергает надо все-таки немножко присмотреться и понять а насколько насколько вообще что ну как это наши родители ну надо водки выпить короче говоря чтобы понять кто ты такой ну где-то так где-то что-то такое вот и когда это происходит у тебя в душе может быть и без рюмки но должен сообразить мне кажется это свойство нашего города в москве я потерялся я не понимаю кто из них москвич давно уже а в провинциальных городах вот мы только что были в боговещенске обаровске там люди открыты изначально если они тебя хотят ждут видеть они уже как бы открытые ли ты для них свой ну вот в питере так сходу своей нет у нас не становишься нет все-таки какая-то вот я не знаю чем с блокадой с северной столицей с тем что здесь жевали достаточно очень высокого полета людям может быть я не знаю как чего это произошло но во всяк случае ощущение у меня такое что ты вкладываешь в понятие петербуржец ну наверное невозможно сделать какие-то поступки даже наверное такая невозможность не то чтобы она осознанная о это я не буду делать потому что это неправильно нет не в этом дело просто я этого не сделаю просто внутри это не заложить и даже не придет мысли о том что можно так и при мне не собр не соображу это раз и это для меня приводит не обсуждается так я вижу это я знаю и наверное вторая история когда есть такое понятие самоедство ну такое самокопание ну всех всех кого я знаю в петербурге они обладают этим качеством в глубоком серьезном понимании можно сказать петербургском понимании может есть времени на самокопание достаточно много здесь как дождик дождик зарядил возникает сразу ощущение что-то ты в этой жизни может быть упустил или что-то сделал не так и начинается а дождик у нас идет часто даже зимой теперь илья кто для тебя самый петербургский петербуржец ну так как мои родители приехали сюда мои тоже я не могу похвастать или подумать в сторону того кто бы меня воспитывал воспитывали меня не петербуржцы а когда-то маленький а вот если говорить о том когда я уже начал соображать и когда уже какие-то мысли а это только концу школы ну такие мысли которые остались с тобой надолго вот наверное наверное первое впечатление это друзья отца которые здесь вырастали уже не в первом поколении это связано с первым институтом которым я учился ленинградский электротехнический институт на профессора попова он находится в эти он назывался раньше вот сейчас он называется уже по-другому я даже не знаю как и вот те люди они к сожалению все ушли и мне отец остался один но он уже лет восемь не может нормально праздновать день рождения ну-ка в моем представлении потому что некого позвать это это интересная тоже история но они наверное они наверное в своем каком-то отношении поведении словах дали мне какой-то толчок потому чтобы я потом понял что общаясь уже в театре с некими допустим брун артурыч френдли допустим я уже не вы для меня он уже не был странным человеком а он для многих мог показаться странным за его поведение отношения внимание и неких таких вот как бы ответов неожиданных потому что у меня был опыт общения с теми кто с отцом играл баскетбол играл в шахматы ходил в баню а мне папа как пристежного бывало с собой брал и я присутствовал я вдруг слышал ту речь и тут те мотивы в человеке которые связывают либо абсолютно и он связан с этим городом по фамилиям я не ну я не скажу но это вряд ли кому-то что-то не почему это интересно даже если мы не знаем сушья у них у всех был на могилах я не могу хорошо это кого-то хоронил это не это какой-то кусочек который со мной но если говорить про на неживущих наверное это мой мастер не михалыч фельштинский наверное это тот режиссер который меня первым отметил и вытащил театр юного зрителя андреев андрей дмитриев наверное как ни странно это ваня латышев почему странно не просто он другого поколения человек но он абсолютно такой он абсолютно петербург он внутренне наполнен залют на именно этим илья может быть есть что-то такое чтобы тебе хотелось вернуть в жизнь петербурга это невозможно ну хотеться может это невозможно это связано с машинами но я почти ответил убрать машина и вернуть гужевой транспорт чего угодно только машина потому что гужевого такого количества не будет да и это круто бывал я в городах где в центр въезд платный такой прям въезд я тоже был и сразу меньше там машин это не москва прям въезд шлагбаум понимаешь небольшие городочки где ты можешь идти по центру города не бояться того что тебя собьют не думать а где же за этими машинами вывеска дома просто когда-то здесь на фонтанке я гулял это было в 90-х годах и фонтанка для меня это тихий две-три машины проезжающий невский да с него съезжали иногда машина на фонтанку зачем никто не понимал наверное жил кто-то но это был тихий район где ты мог с гитарой сесть на и потом сыграть песню за время песни тебя никто бы не мимо не прошел не проехал а потом появился человек прошел ты снова играл не было ощущения магистрали или каких-то вещей и поэтому я тут и квартиру в результате купил по тем воспоминаниям я понял что выходишь и у тебя автострали это я уже потом все потом но ведь ты же хочешь сделать так как ты планировали когда-то и ты думаешь это вот правильно а потом понимаешь что а ей может быть есть что то чтобы тебе хотелось изменить в жизни вот современного петербурга не это как городоначальник я не мысли ну может быть есть такое что вот скорее всего про себя наверно что-то хочется изменить в себе но это вряд ли связано с петербургом я не могу привыкнуть к тому что происходит в нашем городе в нашем городе происходит не самые неприятные вещи элементарно элементарное ну это же город памятник я так отношусь там где есть памятники к сожалению время их подтачивает их надо реставрировать их надо приводить порядок и может быть этот порядок может быть даже должен соответствовать времени то есть как-то они должны не кардинально но как-то 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 оживать у нас я не вижу ни в хорошем не в плохом я тоже не я не вижу жаления да да есть новая голландия ну да но она не как памятник для меня она превратилась в какое-то место которое не связано с тем которые я знал раньше она стала каким-то другим она изменилась знаешь не может быть это новая голландия это очень скользко может быть это способ может быть это способ восстановить может быть но это как раз вот я могу по пальцам их перечислить такие места и в основном это будут ну единичные случаи все остальное это но это как раз те самые исключения или забыла которые утверждают правило что ничего для нашего остальное или забывается или не обращается внимание или ставится на капитальный ремонт и превращается в другое здание к сожалению к сожалению это это собственно то что ты хотел бы я думаю изменить как раз наверное да ну я не знаю как это сделать поэтому поменять свои отношения к этому я не могу и не нужно и желание это уже немало да я думаю огромное количество горожан которые в принципе об этом даже и я бы хотел чтобы мои дети все-таки вот то ощущение петроградки то ощущение фонтанки они как как-то могли его понять а сейчас я понимаю что это мне приду мне достаточно придется они еще не может быть не доросли до такого вот чтобы я их взял за руку и повел и они стали прям вот думаю это будет все-таки чуть попозже но не знаю тех мест мог знаю конечно но их меньше 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 какой-то был садик я иду туда а то вместо садика какой-то был дом который я знаю я проезжая мимо останавливаюсь выхожу а его нет тысячи тысячи раз так было и это это неприятно но неизбежно вот это бы хотелось как-то изменить петербургу 300 с небольшим есть ли время в которое ты бы хотел родиться наверно интересно было попробовать потому что я знаю что это невозможно наверное интересно гусарские истории наверное интересно шампанское сабле открывать первая половина 19 века до 19 века вот то самое как кто-то сказал что именно тогда зарождалось понятие интеллигенции но не будем сейчас об этом говорить вот да вот то время когда было воодушевление после наполеоновских войн после взятия парижа вот это все потом пришло обратно и увидела российскую действительно вот это вот все и то что там крутилась но не могу сказать что я вот согласился бы поменять то что имею на то мне попробовать попробовать ну и наверное 60 год 20 века тоже мне было бы интересно я чуть-чуть застал время когда юра шевчук подметал на невском проспекте было не он работал в каком-то под кафе уборщиком свой топил чуть-чуть я зацепил мне было там лет 15 16 я уже понимал внутренне понимал что вот это важно и почему-то туда бежал потом оказался уже с длинными волосами с венечками на сайгоне который тоже исчез как понятие вот сейчас кому скажи только мы знаем а вот чуть помладше магазин где продавали сантехнику тогда после закрытия там сделали такой магазин нет сейчас там гостиница сейчас там просто там есть тоже истории кто-то считает что это магазин потому что потом перестал об этом думать кто-то понимает что лишь там праздновали рождение это такой зал красиво то есть вот это тоже все исчезает и то время она была очень законсервирована но из-за того что может быть она была законсервирован там произрастали совершенно непонятные микроорганизмы которые вы носили в общем-то очень интересных людей на поверхности этого с этой стремнины которые дальше продолжают активно существовать а вообще довольны тем что я живу за время которое я прожил столько было разных переворотов столько было разных экономических коллапсов душевных переживаний связанных не с личностными а с внешними так было много всего что ну уже хочется конечно сказать наверное наверное надо как-то в одном времени пожить в чем на твой взгляд главный минус петербурга искренне ты меня сейчас ступик ставишь я никогда не размышлял свое существование в этом городе и существование города во мне с точки зрения минуса это всегда плюсы были я всегда еще здесь плюсы не но есть получается если а были дворники с были дворники которые убирали а сейчас их нет но они же были то есть я не могу сказать что это минус нет минус минус это глобальная здесь не хватает вот хочется ответить так мне здесь всего хватает может быть даже теперь с переизбытком лишнего потому что было меньше да лучше стало много и разноцветного неонового зачем не по мне может быть кому-то это нравится одни наши кораблики на каналах чего стоит как я не вижу минусов денис я не понимаю каком минусе значит нету каких-то не маленьких раздражителях и каких ну это это не тот минусы которым спрашиваешь нет не отвечу себе про минус колоссального минуса в нашем городе никогда не существовало его придумали специально он специально придуман это огромная декорация которая разрасталась со временем когда-то это вот это был край города мы находимся на загородном проспекте здесь был конец есть интересный календарь совершенно случайно моих то ли купли то ли подаренный где бог с ними с цифрами с рядышком есть карты города начиная с 1700 первая карта была ты ли в одиннадцатом 707 1717 году и вот дальше через каждые 20-30 лет как он разрастался так как что как почему откуда что бралось хочу вот как-то его оформить и повесить прямо на стеночках у себя вот эти вот фрагменты нашей истории потому что я такого не в одном учебнике не видел просто набора прям вот на глазах как он рос вот это интересно и опять-таки там минусов нет там есть странности в чем странность нашего города я тебе отвечу наверное очень размашисто развесистый а в чем не существует нет я здесь живу с удовольствием илья хотел бы ты чтобы столица снова была в петербурге ну такой вопрос ну хороший вопрос я никогда не считал что столица не в петербурге для меня столица всегда была в петербурге моя столица официально признать и привести сюда огромное количество официоза ну тогда давайте отсюда уберем огромное количество ларьков не знаю каких-то заведений которые заполонили центр и ну наверное так можно сделать я не вижу в этом большого смысла для себя для меня это столица и может быть хорошо что она на сегодняшний день такая потому что боюсь что с приходом сюда столицы нашей родины петербург превратится в столицу нашей в москву то что то что сделали с москвой то что активно исчезает москва и чтобы попасть в москву это надо сильно поста надо походить поискать и знать куда идти это это все уже закрашена перекрашена спрятана не меня не хотел бы если не петербург то какой город в котором бы я хотел жить или в котором просто ну хотел или мог бы жить жить или просто вот если не петербург то какой город жить конечно жить но может и спрашиваешь по нарисовать не нафантазировать если окей если ты если тебе предложат жить в другом городе то какое это будет город гипотетически слушай я не знаю жить слово жить она подразумевает наверное очень много значений работать жить то есть но как сказать если поменять кетербург на то ну на другой город в котором ты также мог бы например существовать ну жить как ты это делаешь петербурге наверное этот на этот вопрос хорошо бы ответил чек который бы хотел бы отсюда уехать я не хочу отсюда уезжать я наоборот всеми силами держался за этот город хотя были всякие разные предложения наверное почему-то я думаю по какие-то теплые страны но опять-таки не жить а просто туда выезжать греться силу того что если их нет значит их нет но их нет или нет крым как место жительства я не рассматриваю европу как место жительства я не рассматриваю я не знаю похожий по архитектуре наверное ответ такой похожий по водичке которая здесь везде всюду куда бы я не пошел потому что я сейчас живу в центре и мне нравится это я выйду на канал я пройдусь вдоль я спущусь я опущу руку и почувствую эту воду вот ну был я в венеции так давно своему стыду первый раз и у меня было ощущение что если пять утра выйти и понять что всего лишь на улице 23 человека и они те кто здесь живет у тебя вдруг есть ощущение что странным образом это напоминает на фонтанку 80 немножко жарко немножко не набережная но потом вдруг эта водичка и этот спуск этот вот то ли гранит то ли камень который и где-то рядом там еще ночью еще все очень там еще напоминает это все в ноябре я бы не был я тоже не был но понимаю потому что я читал что именно конец осени он вдруг совершенно меняет этот город как и наш когда вот эти косые дожди моросящие начинают идти и непонятно какая погода и ты все время влажный мокрый ты вдруг к этому привыкаешь и в тебе возникает определенный такой настрой на то что то что надо что-то сделать именно тогда это творчество из тебя начинает вот да наверное венец но венеция тоже это ты понимаешь да только пять утра и или в ноябре ну да опять таки это такие точечные уколы нет сушим у такого второго города я не знаю это и почему я должен думать о том я не я нет я я просто не думал как раз наоборот да нет да нет да нет спасибо илья денис спасибо огромное подписывайтесь на наш канал код 812 ставьте лайки и жмите колокольчики колокольчики я всегда так говорю никто не знает что это такое но вообще в принципе поставить колокольчик это значит тебе будут приходить уведомления да поэтому жмите колокольчики ну с другой стороны у тебя тут на самом деле прекрасно тем что в любом случае огромный двор такой колорит слушайте про этот двор два слова скажу потому что это интересно вообще мы находимся здесь это казармы 1801 1884 года когда их сдавали кто говорит что это семеновский полк кто говорит что это московский полк на доске написано еще что-то много 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 кто здесь квартировался известно исторически может быть выдумано но интересный момент когда происходило восстание декабристов то это была зима надо было идти заранее на площадь и первый кто вышел потому что они дольше всех отсюда шли это они никогда не выходили там вот в конце за деревьями есть арка сейчас она одна раньше было три потому что конники должны были выезжать пешие должны были выходить колоннами поэтому три арки они выходят а навстречу ехал полковник один из тех кто в этом уквартировался в этом полку с вечеринки какой-то это было 4 когда они выходили заранее 5 они заранее и он ехал и вот первое убийство произошло не милорадовича вот этого полковника потому что он сказал братцы не надо туда ходить ну в общем они его здесь вот такая вот история связанная с кусочком местности потом это все оставалось за военными и здесь во время великой отечественной войны вот приблизительно где вот тот дом шла колючая проволока стена и вот здесь жили пленные немцы это все охранялось военная часть оставалась с той стороны ближе к фонтанке немцев оттуда вывозили на работой они здесь жили вот это вот на хлеб меняли ножики у соска это все вот здесь происходило это мне уже рассказывали старожилы двора которые до сих пор живут да о том что они здесь был здесь был по-моему здесь был вишневый сад на этом месте а вот там был ябл 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 яблони это было ну это было после войны сад то может быть и раньше был но люди которые здесь вырастали детьми бегали здесь в вишневом а там я в яблони и да потом так получилось что начали строить метро это было не так давно лет 15 назад его здесь уже появились эти выходы и здесь все это убрали скажем так мягко